Жизнь иногда преподносит и приятные сюрпризы. Да простит меня создатель. Мы оба, Сергей Иванович, изведали горечь опалы при покойном государе. Но теперь его нет, и новое царство дарит нам всем надежду. Надежда рождается в сердце, сама. И что же он вам говорит сердце? Да. Ведь судьба моя решается здесь, мною. И сейчас. Китерина Павловна. Здравствуйте. Китерина Павловна. Я прошу руки, дочери вашей. Ну что она сказала? Она благословила нас. При условии, что я вернусь в Петербург. Я буду с тобой. Я обещаю тебе. Павел! 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 Собираешься в Тульчин? Хорошо, что я успел. Тебя вызвали, чтобы арестовать. Если мы не начнем дело немедля, все пропали. На нас донесли. Кто донес? Капитан Майборда. Павел! Павел! Что с тобой? Павел! Зачем ты, почему? Зачем ты, почему? А что с тобой? Ничего. Это всю неделю более. Это из-за контузии сейчас пройдет. У нас будет несколько дней. Оповестим всех. Предупредим Муравьева. Соберем сколько сможем частей. Захватим штаб. Начнем! Я вел вас к победе. Они на убой. Не успели. Павел, подожди. Что-то можно на верняка сделать. Да, конечно. Я пойду в Тульчин и сдамся. Не сумели с честью победить. Надо думать, как с пользой проиграть. Но если сдашься ты, мы... мы все погибнем. Кто тебе дал право решать за всех? Зачем ты приехал, если у меня нет права решать за всех? Так как сейчас даже лучше, ты поймешь после. Мы не пролили ни капли их подлой крови. И даже если нас не казнят, мы мученики за свободу Отечества. мы первые жертвы Великой войны. А это значит, война началась. Поздравляю. Письмо из Таганрога от военного министра барона Дибич. Здесь воля покойного императора. Снесите в Сенат. И соберите совет. А вот забирать отсюда ничего нельзя. Давай, пей. Варенька, дочь. Я не могу. Это так трудно, ангел, моя дочь. Я не хочу. Зато будешь здоровым. Кондратьев, выпей. Вареньке, пора спать. Артвинов пришел. Как? Он здесь. Всем распорядится Его Величество государь-император Константин Павлович. Когда изволят прибыть из Варшавы лично. Бумаги, прошу вас. Константин Павлович не приедет. И он не государь. Николай Павлович. Завтра утром в Сенате Николай Павлович объявит себя императором. Ну что же, Константин? А что? Он жив? Да, разумеется, успокойтесь, все нормально. Он отрекся. И не торопитесь. Нарушать данную вами присягу. Чести меня. В стране заговор. Неизвестно о том, что здесь у вас собираются молодые офицеры, которым не безразлична судьба отечества. Это так? Я не понимаю, о чем вы говорите. Слушайте, бросьте, все вы понимаете. Вам мечтать-то даже разрешали с позволения покойного государя. Заговор против основ государства. Заговор с целью убийства царствующей фамилии моей матери, моих детей, жены. Прикажете обождать? Мы должны действовать сообща. Мы должны помогать друг другу, тем более есть силы, не желающие воцарения молодого императора. Он нуждается в нашей поддержке. Вы понимаете. Но мне неизвестно об этом. Но у нас достаточно сил защититься от всех постигательств вашего сочства. Как собираетесь защищать? А? От того, о чем не знаете. Вот Дебич в Таганроге знает. Да. А у вас гвардия, полиция, жандармы, и вы не знаете. Петербург кишит заговорщиками. А может, вы слишком знаете? Да, Николай Семенович, я никогда прежде не думал, насколько вы веруете в монархию. Я в закон верую. Вот как. и вижу и вижу основу, на которую можно все построить и будет стоять. Я прошу вас, вы поймите, будущее решается сейчас. Я понял. будущее решается сейчас. лечитесь. Три недели вашей милости в стране нет верховной власти. Я восстанавливаю ее. Я государь, император всероссийский. сейчас. Господа, почему вы не поднимаетесь? Князь, дело чрезвычайное. хорошо. Они назначили на завтра переприсягу, не имея манифеста об отречении. Они слабы как никогда. Мы не должны терять случая. Действовать нужно немедленно. Вы знаете, кому переприсяга? Николая при живом Константине. Бить нужно сейчас. У России другого шанса. Не будет еще лет сто, князь. Вы должны возглавить революцию. Вы наш диктатор. Утром я пройду во дворец в стрелье Николая. Если прольем кровь, не победить никому. Сережа. Ну что вы здесь стоите? Проходите в гостиную, господа. Катерина Ивановна, добрый вечер. Прошу простить великодушно. Вы всего на пару слов. Я скоро. Ступай. Завтра вы выведите войска к Сенату, не допустив их к новой присяге. Идите в казармы и убеждайте солдат держаться прежней присяге Константину. Обещайте им сокращение сроков службы, увеличение жалования, хоть царствие небесного. Но выводите их всех. Так мы начинаем, князь. Я явлюсь на площадь и сам отдам распоряжение. Прекрасно. Без меня ничего не предпринимать. Разумеется. Прекрасно. Продолжение следует...